Поднимутся ли во время восхищения все дети, которые живут на земле? Говорю вам тайну, не всеми умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе ибо вострубит и мертвый воскреснут и пенным, а мы изменимся. И мы все говорим вам словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвый во Христе воскреснут прежде, потому мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в средине Господу на воздухе, и там всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Мир вам, братья и сестры, христиане! Мы отчетливо должны понимать, когда мы говорим о восхищении церкви, мы должны понимать, что восхищение церкви – это еще не второе пришествие Господа Иисуса Христа на землю. Восхищение церкви – это встреча невесты с женихом на небесах. То есть восхищение церкви для церкви. Поймите правильно – для церкви. Конечно же, дети имеют преимущество в глазах Бога. Они, как правило, если брать среднестатического взрослого и среднестатического ребенка, конечно, он в глазах Бога, как правило, чище. Он не такой изощренный, скажем так, на зло. Он быстро прощает. Они более доверчивые дети. Но, братья и сестры, поймите правильно, конечно же, это преимущественно будет учитано Богом. Но поймите, это не относится к восхищению церкви, потому что восхищение церкви имеет вот эту особенность. Она для церкви. Для церкви. Это нужно учитывать. И мы читаем. «Ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Мы находим, что дети освящаются родителями верующими. Родителями верующими. Поэтому дети верующих родителей имеют преимущество. Так же, как мы читаем ещё. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь, Бог твой, ревенитель, наказывающий детей за вину отцов до третьей и четвёртого рода, ненавидящих меня и творящих милость, до тысячи родов любящих меня и соблюдающих заповеди мои». Есть преимущество? Или это дети верующих родителей? Или нет? Благословение за то, что родители, настоящие христиане, опять-таки, ещё когда мы говорим «восхищение», имеется в виду церковь, имеется в виду настоящие христиане, обратите внимание. Они просто называют себя христианами. То есть дети, настоящие христиане, если кто-то хотя бы один, или отец, или мать, в семье является настоящим христианином, дети имеют преимущество. Благословение, которое идёт на этих родителей, оно распространяется дальше, даже написано до тысячного рода. Кроме того, эти дети освящаются родителями. Если говорить о взрослых братьях и сёстрах, то мы находим, что как бы и муж тоже попадает под влияние жены. Но здесь мы находим и другое. Поймите, что взрослый человек, взрослый человек, он и сам несёт ответственность. То есть, когда мы говорим о священии мужа, например, от жены, жена верующая, муж неверующий, имеется в виду, что она влияет на него чистотой, святостью, влияет, является примером для него. И она этим как бы подталкивает его к покаянию. Но ему нужно самому ещё покаяться. Если он не покается, то этого священия недостаточно будет. Что касается детей, то мы этого не находим, потому что дети ещё не несут полной ответственности, как взрослые. Поэтому и водное крещение даётся уже в сознательном возрасте. Как правило, водное крещение даёт уже, например, с 14 до 18 лет и старше. То есть, когда уже переходной возраст, когда уже, например, человек начинает осознавать, можно сказать, что он уже является уже Личностью, а не просто ребёнком. «Так и нас, на неподобной всему образу крещения, ни плоской нечистоты и мытья, на обещание Бога доброй совести, спасаем воскрестением Иисуса Христа». То есть, обещанию Богу служить доброй совести. То есть, это должно быть осознанно. Ребёнок ещё не имеет вот этого полного осознания. Он ещё находится на попечении родителей. Поэтому то, что мы находим, что, например, муж освящается женой неверующей, то имеется в виду, для мужа это как толчок, это как влияние к покаянию. Но он должен сам ещё покаяться и уверовать Иисуса Христа, принять водное крещение и жить уже для Господа. Что касается детей, то это не просто толчок, это уже факт как бы святости детей, потому что они сами ещё на попечении родителей и сами ещё не несут, скажем так, ответственности. Поймите, то, что сказано, что дети неверующие, это говорит уже Новый Завет, они освящаются верующими родителями и имеют в этом преимущество от неверующих детей, неверующих родителей. И то же самое мы находим Ветхий Завет, который, Новый Завет не отменяет вот это благословение, что из-за того, что родители служат Господу, благословение распространяется и на детей. Для примера мы видим, например, что послушание Богу Давида, царя Давида, распространилось и на Соломона. Но, конечно же, дети имеют преимущество, братья и сёстры. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил её посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будьте как дети, не войдёте в Царство Небесное». Конечно же, дети имеют преимущество, ещё раз говорю, это будет учитано Господом, когда Он будет царствовать. Во время Тысячелетнего Царства, например, если какая-то пагуба придёт на землю и ребёнок придёт в виной мир, это всё будет учитано, братья и сёстры. Но что касается восхищения Церкви, то это ещё раз восхищение и именно Церкви, обратите внимание, народа Святого Церкви. И, конечно, мы же понимаем, что, конечно же, и дети, потому что их освящение, они освящаются от родителей, они получают благословение от родителей. И также вот это место Писания, которое говорит о том, что утешайтесь этим. Понимаете? То есть, конечно же, если родители будут восхищаться, а дети останутся на великую скорбь, то трудно говорить о каком-то утешении. Также мы видим пример детей Ноя и Лота, братья и сёстры. Господь сказал, что будет как во времена Ноя и Лота, что мы находим праведным Лотом, Лот праведный Ной, но дети их тоже были, это прообраз тоже восхищения, дети их тоже были забраны, спасены. Да, дано шанс, видите, и жене даже Лота. Но, в свою очередь, она решила, скажем так, вот эта тяга к старому, посмотреть, она нарушила, сапать, и она не могла спастись, стала соляным столбом. Поэтому ещё раз, дети, конечно же, в глазах Бога имеют преимущество, они являются своего рода примером, даже примером в чём-то для взрослых. Понимаете? Именно что, ещё раз говорю, они не несут того, у них нет той хитрости ещё на зло, они больше, они скорее прощают, они скорее могут доверяться, такие открытые, честные сердца. И, конечно, это будет учитано Богом при переходе в иной мир, например, детей, или, например, когда будет тысячелетнее царство, но именно восхищение церкви, оно касается церкви, поэтому только дети, дети, именно христиан, которые сами восхитятся, и их дети с ними восхитятся. Опять-таки, какой возраст? Понимаете? Потому что Дух Святой открывал следующее, чем старше ребёнок, тем он в большей мере уже отвечает за свои какие-то проступки, грехи. Здесь трудно сказать, братья и сёстры, например, если, вот возьмём, скажем так, ребёнок, родители верующие, ребёнку, например, там 17 лет, он их не слушает, в грубой форме, он разрешает себе принимать, например, наркотики и другие какие-то, ведёт такой развратный образ жизни, то в таком случае мы понимаем, что он не поднимется, когда будет восхищение церкви. Но в целом, если брать, что если родители восхитятся, они будут в настоящем христе восхитяться, то им в утешении будут даны и вот эти дети, которые вместе с ними восхитятся. Но при условии, ещё раз говорю, если дети в целом послушны, и чем меньше ещё раз ребёнок, тем, скажем так, спрос с него меньше, ответственность меньше. Чем старше ребёнок, если ещё раз говорю, если более-таки взрослые дети уже, особенно где-то с переходного периода, там с 13-14 лет, и старше будут, ну явно уже, скажем так, согрешать и идти, скажем так, против родителей, то мы понимаем, на основании других местописаний, что есть вероятность, что такие дети могут и остаться. Поэтому молиться за таких детей, если у вас такие есть дети в семье, тем более, если есть дети уже старше 18 лет, то они, конечно, уже должны и вступить в завет с Господом через водное крещение, потому что к ним отношение уже как к взрослым, поймите правильно. Но в целом, если брать, то, конечно же, поймите, мы не можем сказать, что дети, все дети будут забраны при восхищении церкви, потому что восхищение церкви — это, братья и сестры, начало брака, именно бракосочетание, начало вот этой свадьбы между женихом и невестой. И в подарок, конечно, даны и дети, чтобы было утешение для взрослых родителей. А вот остальные дети, мы не можем сказать, нет такого основания, основания Слова Божьего, что они тоже восхитятся. Поэтому это ложное понимание, что есть такие, даже там показывают какие-то истории или фильмы, что там все дети восхитятся, все полностью, понимаете? И дети, да, которые, например, там, мусульмане сами, или дети, например, там, вообще, возможно, вообще и сатанисты, и там, они наркоманы, они развратники, они даже, возможно, уже и убийцы. Знаете, что есть подростки такие, что даже создают целые банды, и они тоже поднимутся, потому что они еще, например, им еще и 18 лет. Нет, братья и сестры, нет, это противоречит другим местам списания. Поэтому не заберутся все дети, заберутся только дети, послушные родителям своим, дети верующих родителей, которые сами поднимутся при восхищении царя. Это отвечает Слову Божьему, братья и сестры. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин